День молодежи Предлагаю немножечко заинтриговать телезрителей и разговор о Дне молодежи чуть-чуть отодвинуть, а пока подвести итоги велопарада, который прошел в минувшее воскресенье. Сколько велосипедистов приняли в нем участие и какой маршрут они проехали? Мы провели уже четвертый велопарад. Пришло больше 200 человек, по некоторым данным даже под 300 человек. Это очень большое количество. Мы очень рады и благодарны всем, кто пришел, поддержал наш велопарад. Цель велопарада – это пропаганда велоинфраструктуры в городе. Общаясь с людьми, которые пришли, мы видим, что это очень актуально. И сделать сеть велодорожек, велопарковок, всячески пропагандировать культуру вождения велосипедов, чтобы не мешать ни пешеходам, ни автомобилистам. Это очень важно для нашего города. И люди чувствуют это и приходят, общаются. И вместе, проезжая по таким маршрутам, которые мы создаем вместе с ними, они показывают всем, что мы есть, нас много. И мы хотим некого такого преображения нашего города в сторону велосипедизации. Поэтому еще раз хотел поблагодарить всех, кто пришел. Было очень радостно видеть в такую жару столько количества людей, столько семей с детьми. Это нас очень тоже вдохновляет. И я так понимаю, что люди были разного возраста, не только молодежь, но и более старшего поколения. Да, более старшего поколения, да. И пенсионного возраста, и с детьми, с внуками приезжали. Очень круто. Прокатились мы по улицам Жуково, Бирюзово. Потом свернули на Северную улицу, на Садовую. И выехали через Молодежную улицу, на улицу Недельина. Прокатились по велодорожке, вернулись к Дому офицеров. Маршрут выбрали 5 километров. Он, конечно, небольшой по сравнению с другими велопарадами. Но мы потихонечку его увеличиваем. Есть пожелание, чтобы сделать его большой, прокатиться по всему городу, например. Но тут автомобилисты, наверное, не порадуются за велосипедистом. Да, мы тоже видим комментарии в соцсетях, что на самом деле перекрывают движение. Его, в принципе, не перекрывают особо. Просто останавливают на некоторое время, чтобы проехала колонна. Это буквально 2-3 минуты. Я думаю, что в пробках мы гораздо большее время проводим, стоя на стафоре. И подождать пару-тройку минут, чтобы колонна велосипедиста проехала. На самом деле это, мне кажется, очень демократично. Потому что в Москве так-то на минуточку для велопарада полностью перекрывают Садовое кольцо. А вчера улицы были перекрыты не полностью, а только в том направлении, в котором ехали велосипедисты. Да, колонны сворачивают и движение сразу запускают. Нас сопровождала полиция, отдел ГИБДД, бригада скорой помощи. Так что организация прошла на высшем уровне. Все очень довольны, все просят еще. Надеемся, что осенью повторим. А ночной велопарад не думаете провести? Насчет ночного, наверное, нет. Но приезжают из других городов Одинцовского округа и просят тоже какие-то веломаршруты у них разработать. Я знаю, что наши друзья, часовское велобратство, они проводили проект по местам боевой славы. Очень интересно. Если кто-то велосипедисты заинтересуется, можно проводить. Это ездить с детьми по местам, где были сражения, по обелискам, где посмотреть. И заодно рассказывать о том, что здесь происходило. Это важно и для здорового образа жизни, для велодвижения и для некого такого патриотического воспитания. Федор, 5 километров вы вчера проехали. И вот что скажете о инфраструктуре для велосипедистов в городе? Изменилась ли она за время проведения велопарадов? То есть удается ли приближаться к достижению цели? Ну, смотрите, да. Вот после первых велопарадов были созданы некоторые пилотные такие проекты у нас в городе. И, в принципе, они очень востребованы. Можно прокатиться легко. Я знаю, что да, дальше это будет все развиваться. Но вот мы как раз предлагаем с учетом мнения всех жителей и всех участников велодвижения в Одинцово. Вот разработать маршруты, предложить их и в течение времени воплотить. И это долгосрочный, конечно, проект, потому что нужно учесть мнение и пешеходов, и автомобилистов, и просто жителей. И найти компромисс, как выстроить эти. Но это надо делать, это надо развивать. Кстати, пользуясь случаем, хотел упомянуть, что наши ребята ездили на Международный велконгресс в Петербург. Это как раз движение Велодинцово и активисты нашего центра молодежного. И там приезжали все родоначальники велодвижения в Европе, Нидерланды, Германия. Они рассказывали, как у них все это выстраивалось. Очень долго они, 30-40 лет к этому шли. А мы хотим за два года, чтобы у нас уже грандиозный результат. Ну да. Я думаю, что мы, конечно, быстрее, чем они сделаны, потому что нам есть на что опираться. У них, они с удовольствием делятся опытом. Мы все записали, подготовили отчет, скоро выложим его в интернете. И можно будет почитать, посмотреть, как они решали эту проблему. Убрать как можно больше автомобилей из центра города. И сделать так, чтобы жители пользовались велосипедами при перемещении на работу. Ну или просто по делам за покупками теми же. Ну, велопарковки у нас, в принципе, сейчас у всех торговых комплексов создаются. То есть это здорово. Велопроката, наверное, только не хватает, чтобы была возможность вот так перемещаться с одной точки в другую. Можно было велосипед взять, доехать, оставить, пойти дальше. Да, вот в Москве очень классно все сделали. И сейчас там тоже будут расширять, потому что пользуются популярностью. Тебе не нужно спускаться в метро. Вот взял велосипед, доехал, оставил то же самое с самокатами сейчас делают. То есть, ну, надо двигаться потихонечку к этому. А от себя вот не могу не сказать, наболело. Честное слово, на самом деле и велодвижение будет развиваться быстрее, если и пешеходам будет хорошо, и автомобилисты будут не в обиде, если мы все-таки будем относиться с уважением друг к другу. Например, пешеходы, они будут ходить по велодорожкам. Велодорожкам, велосипедисты, соответственно, будут по этой велодорожке ездить. И автомобилисты будут по проезжей части без велосипедистов спокойно перемещаться. Поэтому от этого очень-очень многое зависит. Ну, я свою мораль прочитала. Можно переходить ко дню молодежи. Федор, 28 июня. Вам отдыхать не приходится. Вы только провели велопарад. 28 июня уже День молодежи. Расскажите, пожалуйста, кто принимает участие в организации этого грандиозного праздника? Организаторы – это комитет по делам культуры, туризма и молодежной политики. Ну, и, соответственно, наш молодежный центр принимает участие в организации. 28 в пятницу решили провести. Потому что, судя по опыту прошлых Дней молодежи, в выходные дни, к сожалению… Все на дачах. Здесь, может быть, к счастью для кого-то, да. Все на дачах, разъезжаются. И молодежи мало в городе остается. Тем более, это такой летний знойный день. Все хотят на речку покупаться, позагорать. А один раз мы провели несколько лет назад в пятницу, в пятницу вечером. И было очень много людей, потому что жара спала, выходные еще свободные. И вся молодежь вышла в пятницу на улицы. Провели большой концерт, там была пьяная вечеринка, много крутых артистов. Всем очень понравилось. В этом году мы хотим повторить, но больше внимания уделить на различные активности, связанные со здоровым образом жизни, с патриотическим воспитанием. И у нас как раз все наши общественники, все общественники города выставляют там свои площадки, рассказывают о своей деятельности. Я думаю, будет очень интересно молодежи. И те, кто знает уже, что у нас происходит, и тем, кто первый раз пришел на День молодежи, увидеть, что у нас, чем живут молодежные организации в городе. Я так понимаю, что там не просто будут работать какие-то точки, будут еще и соревнования. Да. Вот что за соревнования? Вот у нас будет турнир по подтягиванию, как раз наш регулярный турнир. А кто может принять участие? Мы с 2011 года его проводим. Там любой желающий может прийти, зарегистрироваться, подтянуться какое-то количество раз и, соответственно, завоевать приз. Там будет много номинаций для девушек, для девчонок, там помладше, для парней, для мальчишек тоже помладше. То есть, каждая номинация будет вестись отдельно и призы, соответственно, тоже для всех. Вот. Соответственно, будут экстремальные виды спорта. Это самокат и BMX. У нас много ребят катается, особенно на самокатах. Все просят проводить как можно чаще турниры. Всем хочется посоревноваться друг с другом, показать то, что они достигли. Потому что ребята в экстремальных видах спорта очень быстро развиваются, растут. Им хочется как можно чаще соревноваться. Вот. Также будет наше стритбольное соревнование. И у нас будут мастер-классы еще по пано-футболу. Соревнования не получается, к сожалению, проводить. Потому что в Одинцово еще не так развит пано-футбол. Но площадки не пустуют, хочется заметить. Да, площадки не пустуют. И хочется с ребятами просто поделиться тем опытом, которые есть в Москве. Приедут ребята, которые проводят. И они покажут мастер-класс, соберут контакты. И в следующий раз мы уже проведем такой турнир по массе. Вот. И будут выставлены различные другие площадки. Кстати, вот Лазертак у нас пользуется популярностью. Тоже будет проведен небольшой турнирчик. Ну, и просто игра для всех желающих. И лучный бой тоже всегда мы когда ставим эту площадку на победу жизни, на День молодежи, тоже всем очень нравится. Особенно детям пострелять друг в друга. Но это все безопасно, правильно? Да, там местный конечник, поролоновая такая шайба. И, естественно, никого не сможет травмировать. А завершится праздник, я так понимаю, что большим праздничным концертом. Потому что кто будет принимать участие, кто выступит? Ну, на концерте у нас выступит рок-группа. Я даже думаю, не одна. Пока еще не подтвердили участие. Но мы еще сработаем над этим. Ну, по крайней мере, одна рок-группа будет. Это наши местные ребята. Они как раз выступают у нас по субботам на площадке возле Стелла. Там проходит концерт уличных музыкантов. И они как раз дадут свой концерт. И еще будет интересная группа. Мы их уже приглашали на День молодежи. Это Magnificent 3. Это диджей, барабанщик и MC. Они играют популярные треки. И под живой бит барабанов MC зажигают. То есть, очень круто. Всем очень нравится. Тоже обязательно будут. То есть, своего рода кавер-группа такая. Только в другом составе. Ну, а живая музыка – это всегда, конечно, очень-очень красиво. И приманивает много людей. 28 июня, 18.00. Правильно? Начало программы. А вот эти концерты под открытым небом, которые, мне кажется, пару недель уже как в Одинцовском округе, в центре Одинцова проходят, будут ли они в течение лета? Да, мы планируем каждую субботу их минимум проводить. Может быть, даже еще пятницу получится сделать. Сейчас провели несколько концертов. Тоже нам пишут с просьбой выступить. Еще какие-то музыканты, которых мы не знаем. Но тоже живут в Одинцово. То есть, у них есть свои группы. Они репетируют, выступают где-то. Но мы просто о них не знаем. И на самом деле, такие группы есть. Их много. Хотелось бы, конечно, их подтянуть. Если им интересно выступать на открытом воздухе и дарить свою музыку как раз всем слушателям, было бы здорово. В Москве тоже, кстати, мы смотрим. Много людей собирается на такие уличные концерты. Причем там и группы играют. Естественно, весь живой звук. То есть, все живое. И играют еще отдельные салон-музыканты. Они на гитарах там поют. И постоянно притягивают к себе людей. Все стоят, слушают. Очень много мастеров и классической музыки, и джаз, и рок-музыки. Очень приятно. Конечно, Одинцову это очень не хватало. Ну, кстати, синоптики обещают сентябрьское похолодание вот на этой неделе. Если вдруг прогнозы все-таки сбудутся, изменится ли программа праздника? Я думаю, что да. Потому что в основном это спортивная активность. Естественно, если будет дождь и ветер, то это небезопасно. Поэтому, ну, если что-то будем, наверное, переносить, посмотрим. Надо все согласовать. Но мы надеемся, нам всегда везло с погодой. Мы надеемся, что будет все хорошо. Повезет и в этом году. Одинцов, Савы, пожалуйста, следите за афишами. Но пока 28 июня в 18.00. Все в силе. День молодежи в центре города Одинцова. Приходите. А у нас на сегодня все. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...